В данный момент работает 29 косарей и 12 человек на сгребании скошенной травы. Ну знаешь, в принципе сейчас приоритетов не делаем, косим все улицы подряд. На данный день получается прокошено более полутора миллионов квадратных метров травы. И несколько вот еще осталось, которые еще не косили. Вот сейчас их докашиваем и уже по второму разу пойдут все улицы также прокос. Работа шестидневная, две смены работают. Первая смена к восьми утра приходит, работают до трех часов. И далее привозят их на базу и происходит пересменка. Вторая смена приходит с трех до девяти вечера работают. Это все шесть дней в неделю. Давайте теперь поговорим о Брошевике. Очень такая серьезная, актуальная в этом году проблема. Актуальная эта тема не только в этом году. Это уже давно актуальная тема. С ним пытаются бороться не один год, даже не один десяток, наверное, лет. Как таковой средства стопроцентного, по-моему, еще не нашли, чтобы избавиться от него. Тем более, если речь касается промышленных масштабов, таких как на берегах реки Шограш. Это полностью от тоннеля на Конево и до Осановского проезда, включая Применино. Там все в Борщевике. Борщевик очень большой. Стараемся убирать его побыстрее, но погодные условия максимально задействовать людей не дают. Так как это очень опасная штука. И от солнца можно получить хороший ожог. И когда погода дождливая, тоже лучше работы не проводить. Поэтому в данный момент у нас пока приостановлено на несколько дней, пока погода не наладится. А так, в принципе, если брать общую площадь Шограша, Борщевика на реке Шограш, это порядка 150 тысяч квадратных метров. На данный день прокошено около 80 тысяч квадратных метров. В общем, более половины речки уже все убрано. Сейчас вот как раз работы происходят в районе Мешкольдской, где жил район сам. Там, да, там дети гуляют, там пытаемся его по максимуму удалять. Также, помимо реки Шограш, бывшая станция ЮНАТОВ, Каваринский парк, который сейчас. Там тоже очень много этого Борщевика. И он распространяется уже на самом Каваринском парке. Там уже прокашивали не один раз. На сам Каваринский парк тоже уже выводили людей, чтобы пытаться прокасить. Но пытаемся его не доводить до большого размера. Не только силами косарей. Где возможно, есть такая возможность, высылаем трактор с роторной косилкой туда. Потому что вещь опасная. Все равно, как ни предохраняйся, небольшие ожоги на руках остаются. Точки. А эти ожоги проходят 4-6 месяцев. Могут занимать, чтобы до полного вылечивания, так сказать. Как таковой Борщевик будет расти весь сезон. Вот даже те площади, которые мы уже скосили, вот еще, в принципе, можно сказать, не закончилась козьба данных берегов реки Шограш. А Борщевик уже начал вырастать. Уже примерно сантиметров 15 высотой он уже подрос. Пока он более маленький. Пробуем еще раз его рубать. Ну, где вот жилые сектора, понятно, что одного раза не хватит сезон. Я думаю, до сентября это было, и сентябрь включительно будет продолжаться. Прохоз Борщевика. Прохоз Борщевика.